Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Почему в Самарской школе номер 174 появился музей легендарной Соловецкой школы ЮНГ? Как будет развиваться лучший в Поволжье городской школьный музей? В каком формате школьники примут участие в параде памяти 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре? В нашей студии Елена Деревякина, начальник отдела дополнительного образования, управления воспитательной работы и дополнительного образования департамента образования администрации городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Елена Викторовна, добрый вечер. Искренне рад вас видеть. Добрый вечер. Ну и с чего бы хотелось начать? С музеев. С 22 сентября по 1 октября 2020 года в соответствии с приказом Департамента образования и администрации городского округа Самара проводилась паспортизация музеев городских общеобразовательных учреждений. Вот на сегодняшний день, а сколько всего школьных музеев у нас в городе? Спасибо. Спасибо за такую актуальную и современную тему сегодняшней передачи. Действительно, гражданское патриотическое воспитание – это одно из ведущих направлений воспитательной работы каждого образовательного учреждения. И в городском округе Самара активно развивается система школьного музея ведения. В настоящее время в городском округе Самара 107 школьных музеев, и 52 из них – это музеи боевой славы. Вообще, надо сказать, что система школьного музея ведения в Самаре крайне разнообразна и интересна. Это не только музеи боевой славы, но это также музеи этнографические, краеведческие, музеи истории города, музеи истории района и микрорайона, школы, в которой они располагаются. У нас есть уникальный музей, например, это музей Тимурского движения, который расположен в 154-й школе. У нас есть музей, посвященный развитию спорта. Это музей в Самарском спортивном лицее, музей в Центре детского творчества «Спектр». У нас есть очень интересные и уникальные музеи. Это музей образования городского округа Самара. Да, этот музей располагается в школе номер 92, и он открыт для всех желающих. Конечно, отдельной строкой хочется сказать про музей боевой славы. И здесь есть очень интересные и редкие музеи, такие как, например, музей боевой славы «Парад 7 ноября 1941 года» в Куйбышеве. Этот музей у нас находится в лицее техническом. Есть музей боевой славы участников «Парада победы на Красной площади» 24 июня 1945 года в школе 120-й. И, конечно же, музей боевой и трудовой славы куйбышевцев, выпускников Соловецкой школы «Юнг» в школе номер 174. Вообще, мы должны сказать, что в этот год, в юбилейный год, в год очень значимый для всей страны, в год 75-летия победы, все школьные музеи, вне зависимости от своего направления, открыли экспозицию, посвященную Великой Победе. Администрация городского округа Самара и департамент образования поддерживает развитие школьного музея ведения. Выделяются финансовые средства, на которых приобретается современное оборудование интерактивное. Музеи оборудуются специализированной выставочной мебелью. Шьется форма для детей-экскурсоводов, для школьного актива. В городском округе Самара создан и активно работает городской методический центр по развитию школьного музея ведения. А что это такой методический центр? Это тот центр, который организует и проводит обучающие мероприятия. Мероприятия – это семинары, это мастер-классы для методистов школьных музеев. Также мы проводим и конкурсные мероприятия для активистов школьных музеев. У нас ребята очень любят и с огромным желанием участвуют в конкурсе «Смотре музея и дети», который ежегодно проходит в городском округе Самара. И, собственно говоря, вот эта системная работа и приводит к высоким результатам, которые достигают наши школьные музеи на всероссийских конкурсах. Так только в 2020 году наши школьные музеи становятся победителями и призерами нескольких всероссийских конкурсов. Так, например, в номинации «Лучший школьный музей боевой славы» первое место занял музей как раз-таки школы 174. Соловецкая школа «Юнг». Да, Соловецкая школа «Юнг». А призерами этого конкурса стали музеи школ номер 28 и лицей технический. А что это за музей? Это тоже музей боевой славы. Например, да, в лицей техническом, как я уже говорила, это музей боевой славы, посвященный параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышев. И совсем недавно, только на этой неделе мы узнали, что победителем всероссийского конкурса школьных музеев в номинации «Лучшие экскурсоводы школьных музеев» стал музей школы номер 3. Конечно, мы поздравляем и наши музеи, и наших методистов, и ребят. Это очень высокая и достойная победа. Хочется сказать, что школьные музеи – это очень живое пространство. Ведь в сложившейся эпидемиологической ситуации у нас в соответствии с требованиями Роспотребнадзора запрещен проход в школу лицам, которые… Мы нашли выход из этой ситуации. Каждый школьный музей разработал виртуальную экскурсию по своему музею. И ссылка на эту экскурсию расположена на странице образовательных учреждений. И переход в виртуальную плоскость позволил нам увеличить количество просмотров, увеличить количество посещений наших школьных музеев. Таким образом мы открываем двери. Более того, во многих семьях это стало очень хорошей и доброй традицией. Когда вся семья по выходным собирается за общим столом, включают компьютер, проходят посылки и каждую неделю посещают тот или иной школьный музей. Ну да, то есть если ребенок учится в этой школе, он может сказать «мама, папа, давайте я вам покажу тот музей, который есть в нашей школе». Конечно, конечно. Начинают они, собственно говоря, со своего школьного музея, потом становится интересно. Они проходят дальше и дальше и дальше. Надо сказать, что школьный музей способствует познанию истории, культуры, природы родного края, его героического прошлого и настоящего. И именно сейчас, когда так важно сохранить те страницы истории, которые есть у нашего славного народа. Поэтому, конечно, мы всячески поддерживаем. Музейная работа ведь включает в себя не только поисковую работу, но это работа и с архивными документами. Это изучение и осмысление фактов местной истории. То есть это развитие, на самом деле, музея? Конечно, конечно. Данная работа, она направлена не просто на развитие ребенка, но и на формирование его личности, формирование его духовно-нравственных качеств. Поэтому, на наш взгляд, это очень нужная и правильная работа, поэтому мы всячески ее поддерживаем. Вот как развиваются музеи, на ваш взгляд? Вот они сейчас в каком направлении идут дальнейшие? Конечно, с учетом современных реалий, с учетом интересов современных детей. Современные школьные музеи очень плотно используют в своей работе виртуальное пространство. Конечно, используются современные интерактивные гаджеты, интерактивные панели. Вместе с тем мы понимаем, что музей – это прежде всего архивные документы, это прежде всего уникальные экспонаты, которые нельзя заменить фотографиями и репродукциями. Поэтому развитие идет многостороннее. С одной стороны, это поисковая работа, и у нас активы школьных музеев, ребята, в нее очень включены. Более того, у нас есть случаи, когда мы передаем материалы из наших школьных музеев в архивы, в государственные. Да, это та же 174-я школа, и мы сегодня с вами об этом более подробно поговорим. Помимо поисковой работы, это и систематизация полученных знаний, это их архивизация, это разговоры с людьми, которые имеют отношение к тематике этого музея. Поэтому развитие музеев, конечно же, в том, что они становятся более открытыми для населения города. Они живыми становятся, история становится живой, я бы так сказал. Конечно, конечно, конечно. Ведь сегодня школьный музей – это не просто та комната в школе, которую по очереди посещают классы этой школы. Именно с выходом в виртуальное пространство любой житель города может ознакомиться с тем или иным музеем города. – Илья Николаевна, спасибо за интересную, замечательную беседу. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, ну и затем мы продолжим уже с представителями 174-й школы нашу беседу. Ну а вам спасибо, что уделили время вот в эту непростую, на самом деле, эпоху. – Спасибо, что пригласили. – Московичи, ленинградцы, свердловчане, саратовцы. Десятки и сотни наголодавшихся, потерявших родителей и ненавидящих фашистскую сволочь мальчишек приехали на Соловки, чтобы учиться непростой профессии военного моряка. Были среди них и кубишевцы, которые тоже пока еще не видели моря, но десятки раз смотрели в кино «Мы из Кронштадта». Именно таким был Юрка Зайцев, родившийся в 1927-м, и встретивший войну учеником 11-й кубишевской школы. Водку пока не пил, курить тоже еще не пробовал, а вот фашистов ненавидел так, что аж скулы сводило от этой лютой ненависти. Хотел было сбежать на фронт, но с голыми руками и без умений много ли навоюешь? Вот и решил поехать на Соловки, чтобы стать военным моряком. Такими были и другие кубишевские мальчишки. Борька Акутин, Генка Сачков, Витька Фокин, Ванька Азорин и многие другие. Еще вчера они гоняли по крышам голубей, играли в чехарду и в футбол, а уже сегодня пришли в военкоматы и написали заявление о приеме их в Соловецкую школу Юнг, чтобы надеть бескозырки, почти такие же, какие носили их отцы и старшие братья. Отличались эти бескозырки только одним. Вместо ленточек на них были бантики. Бантики? Почему бантики? Ну ладно, бантики так бантики. Эти мальчишки еще не знали, что совсем скоро им, мальчикам с бантиками, будут завидовать тысячи, таких же, как и они, сверстников. А уже в сентябре 43-го года в Соловецкой школе Юнг состоялся первый выпуск. За год вчерашние мальчишки возмужали, окрепли, овладели специальностями. Они еще не перестали быть мальчишками и рады были похулиганить при случае. Но, тем не менее, теперь это были воины, готовые к суровым испытаниям. И мечтали они только об одном – как можно скорее попасть на действующий флот и встать в ряды защитников Родины. Выпускников выстроили на плацу перед штабом. Начальник школы зачитал приказ наркома военно-морского флота об окончании школы. Каждый получил специальное удостоверение. Были среди них и куйбышевцы – Юрий Зайцев, Геннадий Сачков, Виктор Фокин, Иван Зорин и многие другие. Восемьсот куйбышевских мальчишек, выросших на берегах Волги, стали моряками северного, балтийского, черноморского, тихоокеанского флотов. И вместе с отцами били фашистов, которые пришли на нашу землю, чтобы навсегда остаться в ней. Если в море, на финском граните, за отчизну погибну в борьбе, бескозырку мою сохраните и оставьте на память себе. В нашей студии Анна Сидоршина, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 174 городского округа Самара и Евгений Шеремеев, кандидат исторических наук, доцент, руководитель музея истории боевой и трудовой славы, куйбышевцев, выпускников Соловецкой школы ЮНК. Анна Игоревна, Евгений Евгеньевич, добрый вечер, искренне рад вас видеть. Добрый вечер. Ну и для начала, позвольте вас поздравить, вас и ваш музей с победой в серьезном федеральном, ну, точнее говоря, в конкурсе ПФО, но он это, по большому счету, конкурс федеральный. И вот для начала, давайте, знаете, с чего начнем? У вашего музея славные истории не все знают. Кратко расскажите, о чем музей, кому он посвящен. Вот сейчас был сюжет, но еще раз, вот, давайте напомним. Наш музей посвящен Соловецким ЮНГам, нашим землякам. Мальчишкам, которые с 1942 по 1944 годы ехали на Соловки, в Соловецкую школу ЮНГОВ, так она называлась. Не ЮНГ по правильным, а ЮНГОВ. Ну, так в их истории написано. Тогда так было принято, да, сейчас и даст Бог, об этом расскажем. И вот они ехали туда, с наших Волжских берегов, наших земляков, более 700 туда отправилось. К сожалению, сейчас выжили всего лишь только шестеро. Из 700? Да. Но это столько времени прошло. Представляете, и вот эта история, славная история наших земляков, мальчишек, Соловецких ЮНГ, вот она и рассказывается в нашем музее. О ней идет речь. Об этих мальчишках, о героях, об жизни, об их подвигах, об их работе на Соловках, совершенно потрясающей, тяжелой, тирчайшей. Об их дежурстве, когда налеты немецкие были на Соловке, потому что знали немцы о существовании этой школы. О бомбежках этих непрерывных, об их дежурстве, этих мальчиках, подростках 14-15 лет, которые не боялись вот этого страха, этих бомбежек, этих разрывов, не боялись труда, самого настоящего такого вот подвижнического труда. Когда корчевали своими руками мальчишки вековые пни, когда устраивали вот эти на манер землянок свои жилища. И самое главное, они становились военными моряками, я правильно понимаю? Совершенно верно. Когда учились военному рябецлу, морскому делу, обучались этому делу, и через год, через два они уже направлялись на все флота, на все моря. И воевали. Воевали. Евгений Евгеньевич, вот... Мощный стимул был, я бы добавил. То есть, если мы возьмем о повести автобиографическую Валентина Савовича Пикуля «Мальчики с бантиками», вот, обращаю внимание, поскольку юнга, это юноша, который только готовится быть моряком, им не полагались ленточки на бесказы. А, вот откуда эти бантики, да? И вот он как раз, вот этот бантик, и они сначала комплексовали, а у Валентина Пикуля он сохранил звание юнги до конца Великой Отечественной войны. У Валентина Пикуля отец погиб под Сталинградом. У Ивана Павловича Зорина, имя которого мы носим, отец со старшим братом погибли под Ленинградом, а сам Зорин был ранен. Здравствующий сегодня в Белоруссии Владимир Ефимович Парабкович потерял отца, когда эвакуировался из Минска. Когда мистер Шмидт налетел на эшелон, дал очередь, и отец, закрыв сына с собой, не встал, и ребенок... Сын остался жив. Отец закрыл его своим телом. И, соответственно, у этих мальчиков 12-13 лет, когда они только узнали, что есть возможность всего за год отучиться в Соловецкой школе ЮНГ, было желание защищать родину, пстить за гибель своих близких. У них был свой счет. У нас в музее есть уникальные раритетные документы. Вы видите, что за давностью лет они ветшают, и поэтому мы их передаем в Государственный архив социально-политической истории. То есть вот это подлинник? Это подлинник. Это подлинник Виктора Ивановича Фокина, самого молодого нашего ЮНГИ. Ему на днях исполнилось 29 сентября 1991 год. Другие ЮНГИ уже старше. Поэтому, пользуясь случаем, я поздравляю Виктора Ивановича Фокина с днем рождения. Желаю ему здоровья. Мы помним, любим, и как только кончится коронавирус, обязательно приедем в гости. Я хочу сказать, что глядите. Аккуратно заполненный конспект. Схемы. Но самое интересное, я не знаю, когда Виктор Иванович положил вот этот листочек, который здесь содержится, веточку, гербарий. Может быть, в 44-45 годах, когда учился. Может быть, позже. Но это вот сохранилось. Сама надпись «На долгую и добрую память дорогим старичкам, дяди и бабы» от внука Вити. 8 августа 1946 года. Остров Ханка. Благодаря юнге первого набора Юрию Павловичу Зайцеву есть список практически всех ребят, которые были призваны в первый набор. Это наших куйбышевских ребят. Наших куйбышевских. Самарских куйбышевских. И я хочу подчеркнуть уникальность нашего музея, в отличие от аналогичных музеев Соловецких юнг, в Москве, Ленинграде, Свердловске, на ней Екатеринбурге, других регионах, состоит в том, что наши куйбышевцы внесли региональный аспект. Да, они учитывали всесоюзных героев, но в первую очередь они собирали материалы о тех, с кем призывались. И это, конечно, делает наш музей не только уникальным, но и придает ему право на жизнь в будущем. Ребята сочиняли стихи. У нас школьники делают вот такие. Юнги сочиняли стихи. Юнги сочиняли стихи. Учились, их там учили рисовать, делать модели кораблей. Это ребята были 12... То есть это было очень разнообразное, на самом деле, обучение. Ребята были 12-14 лет, и поэтому многие занятия проходили в игровой форме. Но скидок им не делалось, поскольку капитан первого ранга, начальник школы Аврамов, говорил, что флот в балласте не нуждается, поскольку ошибка одного члена экипажа приведет к гибели всего корабля. И вот, когда они уже состоялись, почему мы вот с Анной Игореной и коллективом школы пришли к выводу, что нужно брать не только боевой славы, но и трудовой славы. Потому что, когда ребята демобилизовались в 50-м году, жизнь у них не кончилась. Так она только начиналась, они молодые люди были, мальчишки, по сути дела. И они добивались успехов. Тот же Виктор Иванович Фокин, чей конспект я показывал, с помощью ламп, он 50 с лишним лет проработал на СНТК Кузнецова. С помощью ламп и других запчастей собственными руками собрал телевизор. Да вы что? Ныне здравствующий Юнга в поселке Зубчининовке, Геннадий Алексеевич Сачков, тоже нижайший поклон и передаем привет, совершил то же самое, работая на заводе Фрунзе. То есть это были уникальные люди. Уважаемые гости, прошу прощения, мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию, а зритель это святой, давайте пообщаемся и продолжим беседу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, слушаем ваш вопрос. Меня зовут Тольга, у меня вот такой вопрос. У меня сын научится в 7 классе, очень интересуется история, и вот сейчас эта тема очень близка. А скажите, пожалуйста, есть ли возможность как-то посетить ваш музей, но мы не являемся учеником вашей школы, но учимся в другой школе Самары. И есть ли кто-то, кто может провести эту экскурсию, или как это организовано? Группы должны собираться, и каким образом? Скажите, пожалуйста. Уважаемые гости, вопрос актуальнейший на самом деле. Вопрос актуальный, но пока, наверное, посещение музея закрыто, но очные, очные. Но у нас есть, естественно, на нашем сайте наши виртуальные экскурсии, есть обзорные экскурсии, и можно на нашем сайте познакомиться с этими экскурсиями. Пожалуйста, материала там более чем достаточно. А когда закончится? Вот, ну, так сказать, мы же одолеем вот эту заразу-то. Конечно, мы ждем этого, и ждем с удовольствием экскурсантов к нам на экскурсии, на постоянные. У нас есть постоянно действующие и обзорные экскурсии, и экскурсии по отдельным экспонатам, в обычном, очном формате. Мы готовы проводить эти экскурсии. У нас работает музейный актив, совершенно замечательно. Ребята готовы по всем экскурсиям и готовы провести эти экскурсии сами. Они уже скучались. Для детей, тем более, да, они уже скучают и хотят, просто хотят, ждут гостей. То есть школьники, ученики 174-й школы есть те, кто может вот на высшем уровне провести экскурсию и рассказать все от и до. Вы знаете, у нас традиция заложена, что у нас экскурсии проводят преимущественно только сами дети. Это очень хорошо, это добрая традиция, вот заложенная Сталиной Николаевной Буинцовой, первым руководителем нашего музея школьного. Сталина Николаевна, привет вам огромный. Любим, вас ценим, помним, дети до сих пор помнят Сталину Николаевну, все музейные, наш актив весь поздравляют ее со всеми праздниками, всегда шлют ей наилучшие, наилучшие пожелания, доброго здоровья. Любим, целуем. Музей посвящен юношам 12-15 лет и, соответственно, школьникам, учащимся нашей школы. Это интересно, как вели себя ровесники в годы войны. И когда приходят такие же ровесники, только из другой школы, и слышат рассказ со стороны ровесников, и видят лица ровесников, это очень хорошо. Мне подсказывают, у нас есть еще один звонок в студию, давайте пообщаемся. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и слушаем вас. Меня зовут Евгений Викторович. Я хотел бы выразить огромнейшую благодарность вашим гостям, поскольку история школы Словенских юнг меня в свое время очень тоже захватила. Я знаю, что Георгий Юматов, известный актер по фильму «Офицеры», там обучался ветеран Великой Отечественной войны. Далее наши кульбышевцы, некоторые участвовали, тоже успели поучаствовать в Великой Отечественной войне, поэтому это действительно большой пласт истории нашего города Самара, города Кульбышева. Поклон всем погибшим, поклон всем, кто там обучался. Спасибо за добрые слова. Спасибо за добрые слова. Уважаемые гости, вот смотрите, ваш музей сейчас занял первое место в ПФО в номинации «Лучший городской музей Всероссийского конкурса», «Лучший школьный музей», «Уголок» или «Комната памяти Великой Отечественной войны». Вы получили грант. И не один. Я вот про этот знаю грант. Как планируете развивать музей? Что планируете сделать с помощью тех средств, которые теперь вам становятся доступны? Потому что дело архиважное, просто святое дело. Надо развивать, надо приумножать, надо поднимать дальше. Конечно. Итак, вот что будет сделано? Уже многое, кстати, сделано. Наш директор Надежда Васильевна Кондрашова с самого начала существования музея реконструировала его постоянно. И он находился в развитии в полном и в техническом оснащении, и в ремонте. Уже сменились дважды стенды в этом музее, экспозиции, помещение обновилось в основном в музейном зале. То есть вот репортаж был показан с старого зала. И, конечно же, сейчас будет большое у нас подспорье для того, чтобы технически оснастить музей, чтобы сделать его интерактивным, чтобы там было полностью современное оборудование техническое, чтобы это был музей на самом современном уровне во всех отношениях. Вот это наша мечта, и мы думаем, что она сейчас будет воплощаться. Евгений Евгеньевич, вот глядите, архив социально-политической истории готовит нам вот такие дубликаты. То есть мы не теряем ни одного документа. То есть даже вот свидетельство об окончании Соловецкой школы, подчеркиваю, Юнгов, и музей правильно называется Юнгов в МФССР 42-45 года. Тогда по правилам русского языка было принято тогда. Соответственно, в 45-м году уже свидетельство об окончании Соловецкой школы Юнгов несколько меняется. Но вы сами понимаете, что удовлетворить запрос всех желающих к просмотру документов достаточно сложно. Поэтому мы хотим создать интерактивный центр. Хотя бы в силу того, что вот в этом году нам удалось найти Юнгу первого набора Владимира Ивановича Леонова в городе Нижневантовск, Хантамансийского автономного округа. Он наш, Куйбышевский? Просто волю и судьбу оказался там. Нижняя газета опубликовала список Юнг, которых мы ищем. А наши просьбы? А соцработник, который заботится о Владимире Ивановиче в Хантамансийском автономном округе, она уроженка Самары. Ей позвонили родители и говорят, в Самаре школа ищет твоего Юнгу. Он просто в 2010 году потерял супругу и уехал жить к дочери на постоянное место жительства. А так, это один из создателей нашего музея. В результате мы разделены большим расстоянием, но благодаря социальной сети интернет мы можем обмениваться документами. Точно так же из Севастополя поступил запрос от родственников Юнги Дерюгина. Предоставьте диплом об окончании техникума, другие наградные документы. Соответственно, мы предоставляем эту возможность. И это позволяет нам оперативно развиваться с другими регионами и активно чувствовать себя в Ассоциации военно-морских музеев России. И общаться с родственниками всех наших Юнг. Уважаемые гости, вот смотрите, 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре вновь воссоздадут атмосферу военных лет. Пройдет парад памяти, уже наш знаменитый, легендарный, не первый раз. Как будут участвовать ваши школьники в этом мероприятии? Понятно, что сложное время, очень непростое, но тем не менее. Тем более у вас юноармейское движение, понятно, что для вас это отдельная такая история. Итак, вот как будете участвовать? Ну, наши юноармейцы пока еще в стадии развития. И участвовать в параде они не будут. Но по традиции в этот день у нас вся школа будет задействована большим радиомитингом. У нас радиомитинг проводится по торжественным датам, дням, тем более 7 ноября. Это обязательно. Мы устраиваем радиомитинг для всей школы. Мы говорим на нем о наших земляках-юнгах. Мы говорим о параде памяти. Мы говорим о нашем герое, имя которого носит наша школа, Иван Павлович Зорин, участники парада 1945 года, парада Победы на Красной площади. Кстати, единственного из юнг, которому достоился чести, пройти чеканья шаг по Красной площади среди достойных представителей тогдашнего времени. И мы очень рады, что он был единственным. В 18 лет он имел уже правительственные награды, имел ордена, и был кавальером Ордена Отечественной войны в 18 лет. И мы, конечно, очень рады, что он носит имя этого героя. Благодаря Анне Игорине прошел блестящий семинар воспитания памяти для заучей всех школ городского округа Самары. И был организован флешмоб. То есть с нами подготовлены вот на Соловецких юнг, чьи данные нам известны, такие вот плакаты. Уважаемые гости, мне подсказывают, к сожалению, время программы практически незаметно пролетело, но я надеюсь, что мы с вами увидимся еще не один раз, потому что тема, которой вы занимаетесь, ну просто святая. Спасибо вам за то, что вы делаете. Приглашаем всех на наш сайт, а по окончании коронавируса милости просим в нашу школу. В нашей студии была Анна Сидоршина, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 174, Евгений Шеремеев, кандидат в старичных наук. Помните свою историю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова